Утро на Елисея Но во взрослой жизни все оказалось не так просто, как представляла себе Дженни. Эта комедия доказывает, мечтать о другой жизни бессмысленно. Ведь вместе с социальным статусом и огромным гардеробом Дженни получила новых друзей и жизнь, которой жить не хочет. К тому же героиня совсем не помнит, что произошло за те 17 лет, которые прошли с ее последнего дня рождения. В один день папа говорил только правду. Еще один фильм о неудачно загаданных желаниях – «Лжец-лжец» с Джимом Керри. Герой Джима патологически врун. Он обманывает коллег, друзей, жену и ребенка. И вот как-то раз его сын, задувая свечи над именинным пирогом, загадывает, чтобы папа никогда не врал. Желание малыша сбывается, но оказывается, что к такой правде готов никто не был. Не остановил свой переход, на перекрестке перешел в другой ряд, не дав предупредительного сигнала. Потом прилетел на красный. Это все? Нет. Я не оплатил парковку. Пожалейте меня. Флетчер работает адвокатом, и чрезмерная искренность может стоить ему карьеры. Смотрите и помните, что со своими желаниями нужно быть осторожным. Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино. С днем рождения поздравит и, наверное, оставит мне в подарок 500 из кимо. А самый известный в нашей стране именинник – крокодил Гена. Этот мультфильм включен во все подборки, которые кинокритики рекомендуют смотреть в день рождения. А знаменитая песня «Крокодила» напоминает. В любую погоду и при любых обстоятельствах хорошее настроение не должно покидать вас в праздничный день. Еще один фильм о подростковых переживаниях в праздничный день – «16 свечей» 1984 года. Несмотря на год выхода, кинокартина актуальна до сих пор. В день своего 16-летия Саманта Бейкер чувствует себя самым несчастным человеком на свете. Ведь из-за свадьбы сестры никто даже не вспомнил о ее дне рождения. А тут еще бабушка с дедушкой заставляют идти на школьный вечер с незнакомым китайцем. И ей никак не избавиться от противного новичка, воспылавшего к ней неземной любовью. Весь фильм «Саманта» надеется на то, что когда-нибудь ее любовь все-таки станет взаимной.